Добрый день, меня зовут Антон Петрович, это программа «Губерния сейчас». Самые заметные события и комментарии за последние сутки. У нас только проверенная информация и только надежные источники. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Давайте сейчас покажем. Поменялась раскладка по районам. Понятно, что Хабаровск лидирует по количеству заболевших за сутки. На второе и третье место поднялись Нанайский и Николаевский районы. Посмотрите, 35 и 28 заболевших за сутки соответственно. Обычно в этих районах либо они вообще не входили в этот список, особенно Николаевский район, либо регистрировалось по одному, по два, может быть, по три заболевания. Давайте посмотрим, как выглядит загруженность больниц и инфекционных госпиталей в Хабаровском крае. В целом загруженность коек в регионе сейчас составляет более 78%. В Хабаровске этот показатель выше более 84%. Теперь давайте обратимся к информации, которую выкладывает федеральный портал stopcoronavirus.rf. Вот выявлено за сутки, да, вот этот график, 20 977 случаев. Это почти на 800 человек меньше, чем сутками ранее. Ну вот смотрите, 9 ноября информация и вот 10 ноября разница есть. Выросло количество тех, кто выздоровел за сутки, вот это соседний график. Ну если в цифровом эквиваленте, то 15 600 человек выздоровело. Правда, увеличилось количество тех, кто умер за минувшие сутки, ну опять же по сравнению с предыдущими двумя днями. Вот 8 ноября, 9 и 10 ноября умерло от коронавируса 368 человек. Последняя цифра на сегодня. Общее количество зараженных в России составило 1 миллион 817 тысяч 109 человек. Ну вот честно говоря, глядя на динамику, есть у меня ощущение, что через неделю мы пройдем психологическую отметку в 2 миллиона. Ну вот потому что, посмотрите, 12 октября 1 миллион 312 тысяч, ну и вот сегодня 10 ноября, то есть спустя без малого месяца уже 1 миллион 817 тысяч. По возможности снизить цены на лекарства с такой просьбой к производителям и продавцам обратился временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев. Встреча прошла в режиме видеоконференц-связи и она стала итогом рейда Михаила Дегтярева по аптекам Хабаровска. Лекарств не хватает. Цены на лекарства, ну сами знаете, высокие. По мнению экспертов, все это связано с несколькими причинами. Ну, во-первых, вырос спрос на лекарства противоковидной группы. Во-вторых, в России вводится так называемая обязательная маркировка лекарственных препаратов. Система должна была начать действовать с 1 ноября, но, в общем, там возникло много сложностей, срок был отложен. Тем не менее, внедрение маркировки так или иначе происходит. Ну и третий момент, вот это внедрение маркировки, это дополнительное оборудование, дополнительные затраты. Конечно, они закладываются в цену, а в связи с этим и производители, и продавцы должны проводить процедуру перерегистрации цен тех или иных лекарственных препаратов. Ну и, соответственно, товарооборот лекарства снизился. Снизить цены, вот по итогам этого совещания, снизить цены на свою продукцию согласился Дальхимфармзавод. Вот, например, антибиотик левофлоксацин будет стоить на 10% меньше у производителей. То есть, вот отпускная цена составит 580 рублей. Но напомню, что левофлоксацин – это один из главных антибиотиков, которые используются для лечения тех, кто заразился коронавирусом. В ответ правительство Хабаровского края обещало ввести нулевые тарифы на перевоз лекарств по внутри региона для сети государственных аптек «Фарма-Ц». Ну и, естественно, речь идет об авиакомпании «Хабаровские авиалинии». Также на встрече прозвучало и обращение в адрес коммерческих аптек. Я знаю, что наши ряды редеют и в правительстве Хабаровского края, и у вас в компаниях очень много людей болеет. Поэтому спасибо за труд. С своей стороны, не могу донести, не донести до вас чаяния и пожелания жителей Хабаровского края, которые, конечно, очень переживают из-за роста цен. Просьба здесь навести порядок и регулировать наценку хотя бы внутренними своими ресурсами. Я понимаю, Ирина Алексеевна, что доллар вырос, понимаю, что есть затраты по организации и маркировке. Но я, коллеги, прошу вас, даже можно сказать, очень сильно прошу обратить внимание на рост цен. В рынке я прекрасно знаю и понимаю, что рост большой спроса вызывает рост цен. Это нормальный процесс. Но мы находимся с вами не в нормальной ситуации. Мы находимся в эпицентре первого в истории вот такого, назовем безперевлечения, вызова всему человечеству. Новое правило лечения больных на дому выпустил Федеральный Минздрав. Причем постановление уже вступило в силу. Речь идет о тех, кто проходит лечение амбулаторно, ну то есть болеет либо бессимптомно, либо болеет в легкой форме. Вот давайте посмотрим на эти правила. Согласно им, пациент не должен жить, больной пациент коронавирусом не должен жить вместе с людьми, которым уже исполнилось 65 лет, и не должен жить с теми, у кого есть различные хронические заболевания. Кроме того, больной должен находиться в отдельной комнате, чтобы снизить риск заражения других членов семьи. И вот ухаживать за таким больным должен только один, кто-то один из членов семьи, при этом использовать все необходимые защитные средства. Лечиться на дому запрещено тем, кто живет в общежитиях и, например, в коммунальных квартирах. Но в противном случае, согласно приказу Минздрава, данный пациент должен быть госпитализирован. Прописаны правила поведения врачей в этом случае. Доктор, отправляя пациента на амбулаторное лечение, должен предупредить его о том, что в случае ухудшения состояния нужно вызывать скорую или обращаться в поликлинику по месту жительства. Также больному должны вручать памятку с указанием всех экстренных телефонов. Ну, понятно, что выделить отдельную комнату для больного коронавирусом мало у кого получится. Поэтому Роспотребнадзор в связи с этим дает рекомендацию соблюдать социальную дистанцию внутри одной квартиры. Выделите больному отдельную комнату. Если это невозможно, соблюдайте расстояние не менее одного метра от больного. Ограничьте до минимума контакт между больными и близкими, особенно детьми, пожилыми людьми и лицами, страдающими хроническими заболеваниями. Чаще проветривайте помещение, лучше всего каждые два часа. Сохраняйте чистоту как можно чаще. Мойте и дезинфицируйте поверхности. Выделите больному отдельную посуду для приема пищи. Больной должен питаться отдельно от других членов семьи. Ухаживая за больным, обязательно используйте маски и перчатки, дезинфицирующие средства. Ухаживать за больным должен только один член семьи. Ну, еще одно нововведение. Согласно приказу Федерального Минздрава, выписывать больных ковидом из стационара теперь можно еще до получения отрицательного теста на ковид-19. Напомню, что ранее выписывать из больницы больных коронавирусом можно было только после двойного отрицательного теста на новую инфекцию. На личном транспорте возят комсомольских врачей, жители города. Напомню, что с таким призывом помочь власти Комсомольска на Амуре обратились к горожанам еще на прошлой неделе. И вот, как пишет издание «Хабаровский край» сегодня, сейчас на маршруты выходят по 5-6 автомобилей волонтеров ежедневно. Мы организовали отдельную группу WhatsApp, куда может вступить любой сообщивший о желании помочь по телефону 8-999-084-33-49. В этом чате мы размещаем информацию о том, что в такой-то день требуется столько-то машин для обслуживания той или иной больницы. Сейчас в группе уже собрано 30 автолюбителей, но машин все равно не хватает, запросов гораздо больше. Важно понимать, что мы не возим врачей на обслуживание вызовов, связанных с коронавирусной инфекцией или с подозрениями на нее. Этим занимаются врачи на специальном транспорте. Наши же волонтеры возят врачей-терапевтов для обслуживания обычных вызовов на участке и контактируют только с врачами. Как добавляют в мэрии Комсомольска, водители и волонтеров обеспечивают, конечно, всеми средствами защиты. Это маски, перчатки, дезинфицирующие средства и даже одноразовые халаты. Кроме того, добровольцы помогают врачам в диагностическом центре и местной станции скорой помощи. Они дежурят на входе, раздают людям маски, мерят температуру и дают дезинфицирующее средство. С сегодняшнего дня приостанавливает свою работу музей и библиотеки Хабаровского края. Постановление об этом подписал исполняющий обязанности министра культуры Юрий Ермошкин. Причина все та же – заболеваемость коронавируса. Прямой приказ министерства касается учреждений культуры, которые подведомственны краевому ведомству. Например, это краеведческий музей или краевая библиотека. Впрочем, всем муниципалитетам рекомендовано использовать ту же самую меру. Есть, правда, одно уточнение. Вот это ограничение не касается парков и зоосадов. Например, вход на набережную Невельского-Амурского имени Невельского-Амурского в Хабаровске открыт, вход разрешен. Кроме того, работает зоосад имени Сысоева. Там ждут посетителей, но, естественно, находясь внутри зоосада, нужно не забывать о строгом масочном режиме и соблюдении социальной дистанции. Вот этот запрет будет действовать до особого распоряжения. Ну, пока, естественно, неизвестно, когда это произойдет. Давайте прервемся на рекламу и продолжим через несколько минут. Совместный объезд сегодня провели временно исполняющие обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев и мэр краевого центра Сергей Кравчук. Они побывали на улицах, где вот недавно закончилась масштабная реконструкция, а также на ТЭЦ-1. Вместе с ними в объезде участвовала и наш корреспондент Анастасия Привецкая. Она у нас в студии. Настя, добрый день. Здравствуй, Антон. Ну вот смотри, согласно программе объезда Михаил Дегтярев и Сергей Кравчук сначала ехали на улицу... Господи, Шелеста, забыл. Чуть не сказал Шевчука. Да, конечно, Шелеста. Там в этом году прошла такая масштабная реконструкция. Ну, очень серьезные работы были проведены. Вот что сказали, какая оценка дана этим работам? Ну, в первую очередь проблема на улице Шелеста – это была ливневки. То есть, ну, на самом деле, у нас таких участков в городе много. Ну, на Шелеста была тоже. Постоянно эту улицу затапливало, насколько все помнят. И сейчас там установили 29 ливневых колодцев. И, как уверяют, что это поможет значительно убрать воду с этой улицы. И вроде бы даже уже когда были осадки, были эти ливневки проверены, и как бы вода убирается. Помимо этого, естественно, обновили дорожное полотно полностью. Эту дорогу сделали четырехполосной. И также в зоне перекрестка сделали новый светофор. За счет этого светофора он теперь регулируемый, потому что там находятся объекты, такие как детский сад, такие как школа. Имеется в виду перекресток, который вот на Тихоокеанскую выходит? Или перекресток с Воронежской? Перекресток на Тихоокеанскую, который выходит. Да, сейчас там есть регулируемый светофор, который можно нажать на кнопку и пойти. Можно дождаться, можно пойти. Хорошо, да, следующий пункт это также вот законченная реконструкция улицы Краснореческой, которая продолжалась шесть лет. В этом году она завершилась. Но дело в том, что уже не первый год, да и сейчас, горожане продолжают жаловаться на вот то, как была проведена эта реконструкция. Вспоминают те же ливневки, когда улицу заливает во время дожди, там, недоделанные остановки и прочее, прочее. Вот эти моменты обсуждались во время объезда. Да, здесь подрядчик также уверил, что эти ливневки на Краснореческой также недавно были проверены осадками. Вот, поэтому я надеюсь, что топить не будет. Но действительно, на эту улицу были жалобы, во-первых, потому что она строилась очень много времени. Как мы понимаем, это шесть лет было. Но мы были именно на том участке, который строился последние два года. С 2018 года это участок от улицы Прогрессивной до Богачева. И там также было постельно новое дорожное полотно, была расширена проезжая часть. Но по итогам объезда сказали, что надеемся, что в следующем году эта улица останется такой же прекрасной, какая она сейчас. А что, есть предпосылки к тому, что может что-то испортиться? Люди, все-таки люди у нас, конечно, не уверены в том, что и на Шелеста, и на Краснореченской, что дорога выдержит улицу, что есть жалобы, что она где-то какая-то кривая, немножко полотно кривое, что после зимы это все может развалиться. Но надеемся, что все будет в порядке и следующим летом она будет в таком уже прекрасном состоянии. Да, последний пункт ТЭЦ-1. Собственно, почему поехали туда? Вроде бы отопительный сезон уже начался, и каких-то серьезных аварий, да и несерьезных я вот так не слышал. Вот почему этот пункт появился в программе объезда? Предполагается строительство новой ТЭЦ, ТЭЦ-4, на месте, где сейчас находится ТЭЦ-1. Это вот в районе пятой площадки, не доезжая до пятой площадки. Предполагается строительство прямо на этой территории, и это будет ТЭЦ, который будет работать на природном газе. То есть изначально, в первую очередь, это значительно спасет нашу экологию, потому что ТЭЦ-1, как мы знаем, работает на угле, и многие жители, которые живут около этого объекта, постоянно жалуются на дым. Ну и вот многие знают, вот там эти огромные отвалы, хранилища угля, вот как раз тоже в районе пятой площадки расположены. Да, да, да. Вот, и как раз вот на этой территории будут снесены старые котлы. На этом месте начнется уже строительство новой ТЭЦ, оно будет как бы отделено от действующей ТЭЦ, и это в 21-м году предполагается, что начнется строительство. И также они планируют в 25-м году полностью... Все запустить? Нет, не запустить, они отключат ТЭЦ-1 уже от работы, да. А строительство ТЭЦ-4, оно будет идти в два этапа, поэтому в 26-м году только оно закончится, а в 25-м уже планируется, что все мощности ТЭЦ-1 будут отключены. Хорошо, спасибо тебе, Настя, за информацию. Ну и, конечно, ждем твоего репортажа сегодня в новостях 19.00. Я напомню, что у нас в студии была корреспондент телекомпании «Губерния» Анастасия Привецкая. Очагов вспышки африканской чумы в Хабаровском крае не осталось. Об этом сообщает Краевое управление ветеринарии. По данным ведомства, вот ликвидированы два последних очага вспышки заболевания. Все необходимые противоэпидемические мероприятия уже проведены, вернее, вот они закончились в селе Забайкальское. Это Вяземский район. Также, как вот говорится в сообщении ведомства, среди диких кабанов на территории урочища Черки заповедника Большихикцирский. Ну, Большихикцирский, как вы все знаете, это в Хабаровском районе. Документы о снятии карантина уже готовы. Буквально в ближайшее время их должен подписать временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Дегтярев. Напомню, что нынешняя вспышка этого заболевания, африканская чума свиней, стала, по-моему, самым крупнейшим в истории Хабаровского края. Там очаги были зафиксированы почти в 20 населенных пунктах. Уничтожалось поголовье свиней непосредственно в очагах и в населенных пунктах, которые расположены рядом с очагами. Ну, вот теперь вроде бы с одной стороны все закончено, но, тем не менее, ограничения еще будут продолжать действовать от 6 месяцев до 12 месяцев. О чем, собственно, идет речь. Вот в тех населенных пунктах, где были зафиксированы вспышки болезни, разводить свиней нельзя в течение года. Если ваш населенный пункт находится в 5-километровой зоне от очага, то также разводить свиней нельзя, но уже в течение полугода. А вот если вы находитесь в 6-километровой зоне от вспышки, свиней заводить вам можно. Но вот мясо на продажу использовать ни в коем случае нельзя, причем не могут этого делать ни сельхозпроизводители, ни фермерские хозяйства, ни, конечно, люди, которые занимаются этим на частной основе, то есть какие-то небольшие свинарники. Что еще? Да, всем, кто пострадал от вспышки этой болезни, тем, у кого были свиньи уничтожены, положена материальная выплата. Вот вы видите сейчас на экране телефон, можно обращаться по поводу этой выплаты в управление ветеринарией Хабаровского края. Кстати, 83 заявителя уже получили выплаты. Ну и в завершении этой информации, вот хочу процитировать сообщение, которое было распространено. Ситуацию держим на контроле, однако, учитывая, что вспышки африканской чумы свиней продолжают выявляться в соседнем Приморье, не исключено, что и в нашем регионе могут появиться новые очаги. Основная угроза исходит от дикой природы, так как основными переносчиками африканской чумы свиней являются дикие кабаны. Все охотники предупреждены об этом, им предписано в обязательном порядке отдавать на исследование мясо добытых диких кабанов. Это вот еще одно ограничение, которое будет действовать в Хабаровском крае, несмотря на то, что сама чума считается, что ликвидирована. В общественном транспорте Хабаровска можно проехать со скидкой 5 рублей. Для этого нужно использовать карту МИР, об этом сообщает пресс-служба администрации города. Акция стартовала в сентябре, она продлится до конца года, причем рассчитываться можно как самой картой, то есть пластиком, вы видите ее сейчас на экране, так и электронными устройствами, которым эта карта привязана. Причем речь идет о карте МИР, вне зависимости от того, каким банком она выдана. Как говорится в сообщении пресс-службы администрации города, сэкономить пятак на проезде горожане могут во всех хабаровских автобусах, троллейбусах и трамваях. Да, одно уточнение, вот когда вы рассчитываетесь картой МИР, вам дают, ну сейчас это больше выглядит как чек, ну вообще это, конечно, называется билет, вот там будет указана полная сумма, при этом вот со счета снимется все-таки на 5 рублей меньше, но вот чтобы убедиться, так это или нет, проверьте вот транзакцию в своем там мобильном приложении вашего банка. Что еще, пару цифр, в сентябре вот такой акцией воспользовались более миллиона человек, а в октябре уже почти полтора миллиона пассажиров, которые проехали в хабаровских автобусах, трамваях и троллейбусах. А вот в Комсомольске на Амуре планируется ввести в оборот карту «Тройка». Это такая система, которая уже много лет действует в Москве. Что такое карта «Тройка»? Это вот такая единая электронная карта. Почему она единая? Потому что, ну, можно рассчитываться на ее во всех видах общественного транспорта. Ну и вот, как пишет издание ДВ Новости, теперь эту систему хотят внедрить и на Дальнем Востоке, причем в первом квартале 2021 года в качестве пилотного проекта эта карта может появиться в Комсомольске. Хабаровский СК «Нефтяник» в ничью сыграл с московским «Динамо». Причем, нужно сказать, что это был знаковый матч. Во-первых, ну, конечно, это принципиальные соперники. Во-вторых, ну вот все никак они не могли встретиться. В марте этого года в финале чемпионата России по хоккею с мячом команды так и не встретились. Ну, то есть, вот в ходе игры так и не определилось, кто же все-таки стал чемпионом. Тогда игру отменили из-за вспышки коронавируса. Из-за пандемии коронавируса. О какой вспышке мы говорим. Более того, 1 ноября этого года команды должны были встретиться в Хабаровске и разыграть суперкубок. Но этого тоже не произошло. В связи с заболеванием основного состава игроков и тренерского штаба клуба «Сканефтяник» и коронавирусом региональными властями было принято решение об отмене матча. Так говорилось в официальном сообщении. Ну и вот команды, наконец, встретились. Сыграли в ничью. Счет 4-4. Следующий матч Хабаровщане также проведут в Ерофей-Арене. Он состоится 14 ноября. Армейцы примут строитель из Сыктывкара. Так, напоследок еще несколько сообщений и заголовков, которые сейчас гуляют в социальных сетях и в лентах информационных агентств. Навигация в морском порту Николаевско-Намуре закроется 21 ноября, сообщает инстаграм-паблик Николаевск-О-Намур. Капитан порта уже подписал соответствующий приказ. Всем судам нужно до этой даты покинуть порт. Ну а если кто-то остается на зимовку, то, соответственно, подготовится до 21 ноября к зимовке. Я напомню, что Николаевский порт – это тот порт, который связывает речную навигацию Хабаровского края и морскую. И вот после того, как порт закрывается на зимовку до мая, по большому счету, большая часть нашего региона остается отрезанной от большой воды. Далее смотрим историко-просветительский автопробег Манчжурия. В Хабаровском крае пройдет в 2021 году. Как пишет инстаграм-паблик Ньюс КХВ 27, подобной акции у нас в регионе еще не было. В чем ее суть? В августе и в сентябре хабаровчане проедут по следам советско-монгольских войск, участвовавших в разгроме Квантунской армии. Предварительная протяженность маршрута 6 767 километров проедут через такие населенные пункты, как Чита, Соловьевск, Чайбалсан, Халхгол, Барун-Урт. Это, видимо, все монгольские названия, к сожалению, конечно, я их не знаю. Но также пройдут маршруты и через Забайкальск, и через Манчжурию. Так, ну и последняя прям милота, а не сообщение. У маленьких леопардов из зооцентра Питон в Комсомольске появились имена. Об этом пишет Комсити. Ну, напомню, что маленькие хищники родились в июне этого года у пары Камоля и Весты. Имена для них выбирали с помощью конкурса. И вот двух девочек, которые сейчас живут в зооцентре Питон, назвали Арма и Джаура. Кстати, так называются реки, которые протекают в предгорьях Сихоте-Алиня. Ну, а третий котенок – это мальчик. Его сразу отправили в столичный экзотик-парк. И, по словам директора нашего зооцентра, его назвали Рамсес. У меня на этом все. Следите за новостями вместе с губернией. Хорошего вам дня и удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова